Приветствую вас, дорогие зрители канала «Профилос гражданской войны». Итак, Лукашенко сказал золотые слова. Он сказал, что, ну, я его немножко перефразирую, он сказал, что если его режим падет, то следом за ним падет и путинский режим. Ну, он, конечно, сказал не путинский режим, а Россия. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну, и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским эстеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Ну, в общем-то, я и в этом с ним солидарен. Потому что я, в принципе, вот лично я, я не знаю, как вы, мои дорогие зрители, но я слово Россия не люблю и не уважаю. Я вообще считаю, что от этого слова надо избавиться. Почему? Я уже тысячу раз в своих видео мотивированно говорил, что слово Россия – это не русское слово. Вот я вам для примера Германию всегда привожу. Немцы зовут себя Дойч, а свою страну Дойч Ланд. Им плевать, что русские их зовут немцы, что страну их называют Германия, французы их называют Алимань, англичане их Джомани зовут и так далее. То есть им на это абсолютно плевать. Они называют себя так, как они себя и называют, как сами себя. И любой народ, любой народ, нормальный народ, всегда себя называет тем именем, каким он сам себя назвал. И только Россия приняла имя, которым ее назвали другие. Потому что изначально наше самоназвание Русь, и наша страна Русь, и наш народ Русь, и каждый из нас не русский, а русин и русинка. То есть вот когда мы восстановим свою историческую память, когда мы вернемся к своим истокам, вот тогда мы, собственно говоря, начнем жить лучше намного. А пока над нами давлеет вот это византийское название, то есть поганое название византийское, до тех пор мы будем жить хуже всех остальных. Кто-то из святых сказал, что о России русские никогда не будут богаты, потому что Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство, оно земное, развращает сердца. Поэтому Господь, конечно же, даровал нашей стране все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, как он нас заботится, что он готов даровать нам все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но он хочет, чтобы мы искали прежде царство небесное. Вот вы помяните это. То есть не только проблема в путинском режиме, а вообще в нашем неправильном, неадекватном восприятии действительности. Пока мы от наследия Византии не откажемся, ничего хорошего в нашем мире не будет. Рыгорьевич оказался прав на все 100%. Он, конечно, известный враль, он может там 80% приписать себе, сказать, что безозрение совести, что за него проголосовало столько. Только почему при 80% почему такие массовые протесты, вопрос? Но вот в данном вопросе он абсолютно прав, что следом за тем, как падет его режим, следом за тем, падет путинский режим, ну и затем дальше по цепочке, там Носултан, там Азгабад, Дюшамбе, там дальше Пекин, Пхеньян, ну все понятно. То есть дальше все и везде во всем мире. То есть цивилизация начнет побеждать дикость. А это действительно дикость. Причем Лукашенко по сравнению с Путиным, это, можно сказать, ангелочек с крылышками. Несмотря на то, что он своих политических оппонентов гнобит, уничтожает, убивает, они пропадают без вести, Путин поступает еще хлеще. Он в отношении своих политических оппонентов применяет запрещенные боевые отравляющие вещества. Вот как от ковида надо меру избавиться, от ковида-19, точно так же надо и от путинизма избавиться не только в России, но и во всем мире. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok